Тхит Ньядхань. Обретение мира. Предисловие редактора к английскому изданию. Тхит Ньядхань родился в центральном районе Вьетнама в середине 20-х годов. В 1942 году, в возрасте 16 лет, он принял монашеский постриг. Когда в его стране началась война, Ньядхань вместе со многими монахами из его братства покинул монастырь и стал активно помогать жертвам войны, а также публично проповедовать идеи примирения. В 1966 году общество примирения предложило ему совершить турне по Соединенным Штатам, чтобы описать подлинные стремления и боль, лишенных голоса масс вьетнамского народа. Кроме встреч с группами людей, у него были встречи с такими деятелями, как министр обороны США Макнамара, доктор Мартин Лютер Кинг, Томас Мертон и Папа Павел. В результате искренних высказываний о войне он не смог вернуться во Вьетнам из-за угрозы ареста. После окончания войны Ньядхань вместе с коллегами из мирной делегации буддистов Вьетнама в Париже пытался найти пути легальной пересылки средств на помощь голодающим детям Вьетнама, но потерпел неудачу. Через год группа активистов отправилась в Малайзию и Сингапур, чтобы постараться обеспечить безопасность эмигрантов, пересекающих на лодках неспокойный Сиамский залив. Однако усилиями различных правительств эти планы также были расстроены. Не зная, что в таком случае предпринять, Тхить Ньядхань прекратил всякую активность и более пяти лет находился в затворничестве во Франции, медитируя, сочиняя, занимаясь садоводством и время от времени принимая гостей. В 1982 году он получил приглашение принять участие в работе конференции почтительного отношения к жизни, которая проходила в Нью-Йорке. Я также получил такое приглашение и имел счастливую возможность встретиться с ним. Обходительный, неторопливый, проницательный Ньядхань был описан еще одним участником конференции Ричардом Бейкером Раши как нечто среднее между облаком, улиткой и хорошо сработанным механизмом с наличием подлинной религиозности. За время конференции Ньядхань осознал огромный интерес американцев к буддийской медитации и дал согласие вернуться на следующий год, чтобы провести циклы созерцания, посвятив их буддизму и служению миру. Будучи монахом более 40 лет, он обучил два поколения новообращенных во Вьетнаме, способствуя развитию умения выражать буддийские истины доступным, но вполне поэтическим языком. Вследствие опыта войны во Вьетнаме и желания отвечать требованиям времени, его учение также касается проблем примирения. После описанных визитов в Северную Америку Ньядхань стал ежегодно совершать такие поездки. Книга «Обретение мира» является собранием его лекций, прочитанных во время турне по буддийским центрам в конце 1985 года. Большинство из них было прочитано для тех, кто участвовали в цикле созерцания и в течение нескольких дней совместно занимались сидячей медитацией и медитацией во время ходьбы, а также обсуждали возможность достижения спокойствия в мире. Обычно в начале каждой лекции Ньядхань приглашал детей посидеть рядом с ними в течение 20-30 минут, поэтому в книге вы можете найти места, где он разговаривает с детьми. Тем не менее, они также обращены к взрослым людям. Мысль о создании этой книги возникла во время турне, когда мы осознали правильность слов Ньядханя, неоспоримо было и его личное воздействие на слушателей. Учение тхить Ньядханя дает сильнейшее противоядие для нашей чрезмерно занятой жизни и нашего античеловеческого образа восприятия. Нам было очень приятно издать эту книгу, сделав его учение более доступным. Арнольд Котлер Беркли. Калифорния. Январь 1987 года. Если мы умиротворены, если мы счастливы, то мы можем раскрыться подобно цветку, и всякий в нашей семье, целом сообществе, только выиграет от нашего счастья. Первое. Одних страданий мало. Жизнь полна страданий. Но, кроме того, в ней немало радостей, таких как лазурное небо, солнечный свет, детские глаза. Одних страданий мало. Нам также необходимо соприкоснуться с радостями жизни. Их можно найти внутри нас, подле нас, повсюду, везде. Если мы лично несчастны, если мы не исполнены мирных намерений, то мы не сумеем разделить мир и счастье с другими, пусть даже они живут с нами под одной крышей. Если же мы умиротворены, если мы счастливы, то мы в силах смеяться и можем раскрыться подобно цветку, и всякий в нашей семье, целом сообществе, только выиграет от нашего счастья. Разве нам требуется специальное усилие, чтобы возрадоваться красоте лазурного неба? Разве нам требуется занятие, чтобы суметь возрадоваться его красоте? Разве нам требуется занятие, чтобы суметь возрадоваться его красоте? Нет, мы просто радуемся ей. Каждая секунда, каждая минута нашей жизни могут стать счастливыми. Где бы мы ни были, в любое время мы способны радоваться солнечному свету, нашему существованию и даже ощущению собственного дыхания. Нам не нужно отправляться в Китай, чтобы возрадоваться лазурному небу. Нам не нужно путешествовать в будущее, чтобы насладиться собственным дыханием. Мы можем соприкоснуться с данными вещами прямо сейчас. Если мы осознаем одни страдания, то нам можно только посочувствовать. Мы настолько заняты, что едва находим время, чтобы взглянуть на себя и на любимых нами, даже живущих с нами, людей. Общество устроено таким образом, что даже когда у нас появляется свободное время, мы не знаем, как воспользоваться им, чтобы вернуться к самим себе. У нас есть тысячи путей, чтобы убить это время. Мы включаем телевизор, болтаем по телефону, садимся в машину и едем неизвестно куда. У нас нет обыкновения возвращаться к самим себе, и мы поступаем так, будто мы не любим себя и пытаемся убежать от себя. Медитация помогает осознать, что же происходит в нашем теле, в наших чувствах, в нашем сознании и в окружающем нас мире. Каждый день 40 тысяч детей умирают от голода. Сейчас супердержавы имеют более 50 тысяч ядерных боеголовок, которых хватит, чтобы разрушить земной шар множество раз. Пока еще солнечный свет прекрасен, а рассветшая утром под листиной роза чудесна. Жизнь одновременно радует и удручает. Занятия медитации помогают соприкоснуться с обеими сторонами. Не стоит думать, что для занятий медитации нам необходимо особенно торжественное состояние. В действительности для полноценной медитации достаточно улыбки. Недавно я занимался медитацией с детьми, и мальчик по имени Тим великолепно улыбался. Я сказал, Тим, у тебя великолепная улыбка, и он ответил большое спасибо. Я посоветовал ему, тебе не нужно благодарить меня, это я должен тебя благодарить. Своей улыбкой ты украшаешь мир. Вместо слов большое спасибо лучше говори не за что. Улыбка ребенка и взрослого имеет огромную важность. Если в нашей обыденной жизни мы можем улыбнуться, если мы в состоянии найти умиротворение и счастье, то не только мы, но всякий выгодает от этого. Это самый главный вид работы по укреплению мира. Когда я вижу улыбку Тима, я обретаю счастье. Если он осознает, что делает этим других людей счастливыми, то он вправе говорить не за что. Иногда, чтобы расслабиться и успокоиться, мы можем позволить себе уделить время для цикла созерцания, либо для осознанности, когда мы не спеша прогуливаемся, смеемся, пьем чай с другом, наслаждаемся общением так, будто мы счастливейшие люди на земле. Занимаясь медитацией во время ходьбы, занимаясь работой в саду и на кухне, занимаясь сидячей медитацией, на протяжении всего дня мы можем улыбаться. Поначалу может оказаться, что вам будет тяжело улыбаться, и нам следует подумать, почему. Улыбка означает, что мы являемся самими собой, что мы владеем собой, что мы не охвачены забывчивостью. Улыбку подобного рода можно наблюдать на лицах Будд и Буддхисаттв. Я с удовольствием предложу вам коротенький стих, который вы можете время от времени перечитывать, выполняя дыхательные упражнения и улыбаясь. Делая вдох, я успокаиваю свое тело. Делая выдох, я улыбаюсь. Пребывая в настоящем моменте, я знаю, что этот момент удивителен. Делая вдох, я успокаиваю тело. Данная строка подобна глотку ледяной воды. Вы ощущаете холод, свежесть, проникающая в ваше тело. Когда я перечитываю тело,